Время новостей на телеканале Север в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте и в этом выпуске. Поддержка малого и среднего бизнеса, закупка лекарственных средств и товаров в первой необходимости. На штабе по экономике обсудили оперативные вопросы. Ясли сад в центре города уже совсем скоро распахнет свои двери перед воспитанниками и их родителями. Тематический концерт, фотовыставка и вручение паспортов юным гражданам России ознаменовали крымскую весну в нашем регионе. Об этих и других событиях расскажем в ближайшие 20 минут. 12 новых случаев заболевания COVID-19 выявили у жителей региона за минувшие сутки. В числе заболевших 8 жителей Наринмара и поселка Искатели, 4 жителя Умы, коронавирус выявлен у одного ребенка. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально выявлено 7094 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 6878 человек. За прошедшие сутки 13 человек. В регионе зарегистрировано 96 летальных исходов от коронавируса. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами после лаборатории уровня референс, находится 120 человек. Из них сационарное лечение получает 10 человек, амбулаторное – 110. Поддержка малого и среднего бизнеса, закупка лекарственных средств и товаров первой необходимости. Эти и другие вопросы обсудили на оперативном штабе по устойчивому положению экономики, работе системообразующих организаций и предприятий жизнеобеспечения на территории Ненецкого округа. Наталья Дуркина продолжит тему. На оперативном заседании штаба по устойчивому положению экономики был принят план мероприятий по восьми основным отраслям. Этот план, он не исчерпывающий. И, безусловно, в меняющихся условиях мы будем его дополнять теми мерами, которые будут, скажем так, назревать. Поэтому предлагается принять его за основу, принять его сегодня. В случае, если будут возникать какие-то ситуации, когда нам всем требуется подключиться и отработать какие-то дополнительные меры, мы их будем отрабатывать. Также были утверждены более 20 мер поддержки для малого и среднего бизнеса, в их числе льготное аккредитование бизнеса и снижение арендной платы на объекты, находящиеся в государственной собственности. Мы предлагаем ввести мораторий на повышение платежей за использование земель и земельных участков, арендная плата земельный налог. Также уменьшить размер арендной платы за пользование имуществом собственности Ненецкого округа на 50% на срок 6 месяцев по субъектам малого и среднего предпринимателя. В связи с текущей обстановкой была предложена упрощённая система государственных закупок лекарственных средств и продуктов питания. Предлагаем внедрить упрощённую систему закупок лекарственных препаратов и продуктов питания у производителей, находящихся на территории Ненецкого округа. Что касается лекарственного обеспечения, то здесь имели осуществлять контроль Департаменту здравоохранения в аптеках и аптечных пунктах ООО Ненецкой фармации, особенно расположенной в сельской местности. Ну и по иным мероприятиям это мониторинг на рынке занятости, своевременность выплаты заработной платы, мониторинг розничных цен на социально значимые продовольственные товары и товары первой необходимости. Напомним, в регионе действует горячая линия по контролю за ценами, которая была организована по поручению губернатора округа Юрия Бездудного. К слову, большая часть вопросов, которые поступали на горячую линию, связана с ценой и наличием сахарного песка. Причина роста цен на сахар необоснована на самом деле, потому что предложение на рынке оно есть. Мы производим сахар из свеклы, который у нас производится в достатке. Запасы сахара на крупных складах полностью обеспечены. Что случилось конкретно в данном сценарии? Было установлено ценовое регулирование на федеральном уровне, где частникам дали одну цену, а промышленникам другую. И очень многие частные лица решили выкупить большую часть сахара. Альберт Чабдаров также отметил, что в округе из-за сложной логистики и с учетом паводка запаса сахара на душу населения традиционно больше, чем в других регионах. Тем не менее, из-за повышенного спроса в некоторых магазинах сахар начал заканчиваться. Особенно дешевые позиции. Ну а для того, чтобы регион обезопасить от дефицита сахара, потому что начали скупать, спрос возник больше, чем в 10 раз от стандартного. Мы по вашему поручению отработали два ваших поручения. Первое, тот торгово-логистический хаб, который вы поручили создать на базе МИСК, он заработает. И по итогам вашего звонка губернатора Ульяновской области, Ульяновский сахарный завод отгрузит нам 64 тонны сахара. В местокомбинатах законтрактуют, на форах на следующей неделе привезут их, они будут лежать на складе. И всем крупным торговым сетям мы его отгрузим по приемлемой цене. В регионе отмечается рост спроса на соль. Статистическая цена на нее подскочила на 15%, потому что все дешевые позиции также раскупили. Да, безусловно, ожидаются увеличения цен на импортные товары, продукты нефтехимии, которые производили импортные поставщики. Продукты бытовой химии, которые тоже делали и продовольственных товаров. Тот же компания Procter NG объявила о росте цен до 30% на ряд позиций. Но это связано с курсовыми разницами. От этого никуда не уйти. Самое главное, что жизненно важные позиции, социально значимые позиции мы держим. И наши запасы позволяют не переживать обеспечение продовольственной безопасности. Юрий Бездудный, в свою очередь, поручил оперативно отрабатывать вопросы с наличием на полках товара, если они будут возникать. Я вас попрошу в ручном режиме отрабатывать вопросы, связанные с возникновением какого-то дефицита. Если необходимо, готов выходить на своих коллег, глав других регионов и отдельно отрабатывать по сахару, по крупам, по каким-то позициям жизненно важных продуктов, чтобы жители нашего округа могли спать спокойно и были уверены, что у нас этот товар есть в достаточном количестве. Напомню, по словам руководителя департамента природных ресурсов Альберта Чебдарова, запасов товара в первой необходимости по торговым сетям в среднем хватает на срок до 120 дней. Наталья Дуркина, Антон Воздряков, Телеканал «Север». Глава региона Юрий Бездудный провел переговоры с руководством «Лукойла». Стороны обсудили планы компании на территории Ненецкого автономного округа. Губернатор округа Юрий Бездудный обозначил ряд вопросов. Так, глава региона поинтересовался, не планирует ли компания снижать объемы добычи нефти на территории Ненецкого округа. Для нас очень важно, чтобы компания в новых экономических условиях работала в регионе, добывала, чтобы сохранила рабочие места. И это, пожалуй, самое важное и самое главное, что я хотел бы с вами проговорить. Потому что это социальное благополучие, социальное благополучие жителей нашего округа. В свою очередь, первый вице-президент ПАО «Лукойл» Азад Шамсуров заверил, что компания работает в округе в обычном режиме. В сложившейся геополитической ситуации «Лукойл» на территории региона не меняет своих производственных планов. Речь также не идет об оптимизации численности персонала. Кроме того, в ходе переговоров обсудили планы компании по реализации совместного предприятия «Газпрома» и «Лукойла» «Лаевошнефтегаз». Совместное предприятие «Лаевошнефтегаз» начинает разработку ваниевистского и лаевожского нефтегазоконденсатных месторождений, которые расположены восточнее Наринмара. На встречу руководство нефтяной компании представили главе региона презентацию о производственных планах и перспективах сотрудничества в социальной сфере. Во встрече с главой НАУ Юрием Бездудным также приняли участие вице-президент ПАО «Лукойл» Александр Лейфрид и генеральный директор ОО «Лукойл» Коми Александр Голованев. Телеканал «Север» 19 марта проведет прямую трансляцию спортивных соревнований «Бурандей». Начало трансляции в 10 часов 50 минут. Телеканал «Север» начинает подготовку к спортивному мероприятию непосредственно в месте его проведения за несколько дней до стартов. Для начала необходимо обеспечить канал связи между передвижной телевизионной станцией и аппаратной студией, которая находится в офисе телеканала, а также проложить кабеля до камер. Сейчас мы будем организовывать непосредственно прокладку кабелей до точек, откуда непосредственно наши телезрители будут видеть трансляцию гонки, а также будем проводить тестовую трансляцию проверки связи. Всего на трассах будет расположено 5 камер. Именно кадры наших операторов дадут общую картину соревновательного дня. Сегодня необходимо протянуть все вот эти кабеля по всей трассе, чтобы подключить непосредственно камеры. Длина трассы для гонок на снегоходах «Буран» 1200 метров. Ширина порядка 11 метров. Трасса длинная, со множеством поворотов. Гонщикам предстоит преодолеть 7 кругов. Ожидаемая скорость на трассе 40-60 км в час. Длина спортивной трассы 700 метров. В этом году она достаточно сложная. Много зрелищных элементов. Будет жарко. Трасса приближена к всероссийскому и международному стандарту. В общей сложности на гонке заявилось 55 спортсменов. Безопасность превыше всего. Охранять порядок граждан во время проведения традиционных снегоходных гонок «Буран-Дей» на протяжении всего мероприятия будет личным составом ВВД России по Ненецкому округу. Безопасность проведения снегоходных гонок на Ринмаре будут обеспечивать сотрудники полиции во взаимодействии с личным составом управления Росгвардии России. Проверять автотранспорт и личные вещи зрителей будут при помощи специальных средств и служебной собаки, чтобы исключить возможность проноса на место проведения гонок спиртного, оружия и взрывчатых веществ. Будут организовываться досмотровые мероприятия как граждан, так и транспортных средств. По данному вопросу хотелось бы предупредить граждан, что мероприятие, посвященное «Буран-Дей», у нас будет проводиться на территории, не на территории, а в районе территории войсковой части 12403. Ранее у нас данное спортивное мероприятие на этой территории не проводилось, в связи с чем хотелось бы граждан предупредить, чтобы они заранее смотрели маршрут движения к данному месту проведения праздника. И, соответственно, желательно, чтобы пользовались общественным транспортом. Отмечу, что организатором данного спортивного мероприятия организован маршрут, по нему будет передвигаться автобус с площади Ленина до непосредственно места проведения спортивного мероприятия. К месту проведения соревнований, а в этом году они пройдут в районе войсковой части 12403, на Ринмарцев и гостей города будет подвозить бесплатный автобус. Он будет курсировать от площади Ленина непосредственно до места гонок. Для тех, кто предпочтет добираться на собственном транспорте, предусмотрена оборудованная стоянка. И тут главное для водителей, чтобы не омрачить праздник соблюдения правил дорожного движения. Хотелось бы обратиться именно к жителям города на Ринмар в период проведения данных мероприятий. Не нарушать правила дорожного движения, что касается нарушения правила остановки стоянки транспортных средств, чтобы хотя бы не бросали свои транспортные средства, ну, как говорится, где попало. В положенном месте оставляли, потому что на мероприятиях, посвященном именно Бурандею, там будет организована определенная стоянка. Хотелось бы тоже обратиться, чтобы ставили транспортные средства, ну, нормально, культурно, не нарушая правила дорожного движения. Отметим, что за безопасностью дорожного движения на месте проведения гонок будут следить транспортные патрули на снегоходах. На организованную стоянку автотранспортные средства будут допускаться только после досмотра. За ходом строительства Яслисада в самом центре Наринмара наблюдали все заинтересованные жители города. Стройка социально значимого объекта завершена. Остались последние штрихи, после чего дошкольное учреждение распахнет свои двери перед воспитанниками и их родителями. Накануне этого события на объекте побывала съемочная группа телеканала «Север». Подробности далее. Контракт на возведение Яслисада был подписан с подрядчиком «Стройуниверсал» в 2020 году. Напомню, объект возводился в рамках национального проекта «Демография». На его строительство было выделено 62 миллиона из федерального бюджета и 216 миллионов из окружного. Яслисад «Ромашка» успешно прошел процедуру по вводу в эксплуатацию. Сейчас идет финальный этап – передача прав собственности от подрядчика Департаменту образования, культуры и спорта Ненинского автономного округа. У нас полностью все готово. Именно материально-техническая база, именно то, что сейчас в детском саду мы видим, все готово к открытию. В настоящее время мы завершаем все процедуры именно в части документов. И в начале апреля, как было поручение Юрия Васильевича Бездудного о том, что в детский сад должны уже пойти дети. Новый Яслисад полностью оборудован, в том числе и по программе «Доступная среда». Таксильные вывески и плитка – специальный туалет. На данный момент в садике проводится уборка помещений, чтобы малыши уже в апреле смогли пойти в чистый и новый садик. Закуплено все необходимое оборудование, мягкий инвентарь, игрушки, посуда, все имеется. Персонал тоже у нас имеется для работы с малышами. Яслисад «Ромашка» рассчитан на 60 воспитанников. Всего в новом учреждении будет 4 группы. По словам Антона Пустовалова, Яслисад готов распахнуть свои двери для маленьких ноленмарцев. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. 18 февраля отмечен в российском календаре как день воссоединения Крыма с Россией. По случаю этой даты в Наринмаре прошли торжественные мероприятия. Тематический концерт, фотовыставка и вручение паспортов юным гражданам России ознаменовали крымскую весну в нашем регионе. Подробности у Анастасии Евтысой. Мы любим Россию! Да! Не слышу! Мы любим Россию! Да! Празднование Дня воссоединения Крыма с Россией началось на Ненецкой земле с торжественного концерта «Русская весна». Песни группы Любея и других отечественных исполнителей с новой силой зазвучали в исполнении творческих коллективов Арктики, эстрадно-джазовой студии «Импровиз», концертного ансамбля Дворца культуры и образцового коллектива «Травушка». Никто не остался равнодушным. Каждая песня откликнулась с сердца слушателя. Красной нитью через весь концерт прошел дух патриотизма непобедимого российского народа, преданного своему отечеству. Дорогие друзья, именно эта любовь делает нас сильными и непобедимыми. Именно эта любовь у нас в крови, в характере, в генах. Мы вместе за Россию, за президента! Всех поздравляем с праздником, желаем единения, веры в нашего президента, Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и в нашего российского солдата. Ну, за душу берет. Действительно, я думаю, что всеми фибром и души и я проникся, и те, кто здесь присутствовал. Россия – это государство великое. Большой интерес вызвала и фотовыставка «Крымская весна». В ней отражены главные события восьми лет после воссоединения Крыма с Россией. Конечно же, гости выставки не прошли мимо фотографий знаменитого Крымского моста и трассы Таврида. Сразу после концерта состоялось торжественное вручение паспортов юношам и девушкам – активистам, отличникам и лидерам. Софья Андреюк неоднократно становилась победителем и призером конкурсов различного уровня. В праздничной обстановке она получила первый в своей жизни паспорт. Мне все понравилось. Я рада, что мне выдали паспорт в такой обстановке. Очень красиво. Паспорт гражданина России – это не только документ, удостоверяющий личность. Это еще и ответственность перед своей страной. Поэтому я хочу вам пожелать чувства ответственности. Ответственности за нашу страну. Я думаю, что с этой ответственностью вы обязательно справитесь. И мы будем гордиться вами, а вы будете продолжать традиции своей большой родины, великой родины России и малой родины Ненецкого автономного округа. Чувство патриотизма – одно из главных качеств граждан Российской Федерации. Сегодняшнее мероприятие – прямое тому доказательство. Напомним, в марте 2014 года на референдуме в Крыму и Севастополе подавляющее большинство участников проголосовали за присоединение к России. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.